Некоторые люди лояльно относятся к России. Это осталось у нас от коммунистов. Они шли в фарватере Советского Союза. Никакого развития. А что делает Советский Союз, то делают мангуру. Мы хотим здесь гидроэлектростанцию, но русские говорят нельзя. Все те материалы, которые мы переводили, они идут на стол русскоязычным политтехнологам. Монголия – загадочная и самобытная страна. Некогда могущественная и воинственная, одна из крупнейших мировых империй. Сегодня она редко появляется в заголовках громких международных новостей, а уж тем более скандалов. Глобальные информационные потоки словно обходят эту землю стороной. Так же, как течение морей и океанов, от которых Монголия удалена больше остальных государств мира. Она словно огромный остров площадью в полтора миллиона квадратных километров, возвышающийся на гигантском плато в самой середине Азии и окруженный горными хребтами. Южнее Монголии находится страна с самой большой численностью населения. Севернее – самая большая в мире по территории. С обеими у Монголии давняя история взаимоотношений. Не всегда добрососедских, но довольно тесных, которые вполне можно назвать опасным соседством. Монголия – страна с резким континентальным климатом. Приподнятая над уровнем моря в среднем на километр, она продувается, кажется, насквозь всеми ветрами мира. Планируя эту поездку, мы, конечно, слышали о том, что Улан-Батор называют самой холодной столицей в мире. Но даже и не подозревали, насколько в день прилета температура опускалась до минус 35. Наш водитель, он предложил называть себя Ганно, знает русский язык. Бывший военный, он учился в Киеве, в высшем зенитно-ракетном училище. А теперь любит путешествовать. В основном по своей стране. Не без гордости показывает фотографии уазика Буханки, которые он переделал в дом на колесах. Вот видишь, кровать, телевизор даже есть, кухня маленькая. Дорога до Улан-Батора оказалась долгой из-за гигантских заторов, которых мы никак не ожидали здесь увидеть. Ганно рассказывает, что пробки возникают, потому что зимой многочисленные скотоводы-кочевники оставляют свои стада и перебираются в города, поближе к теплу и комфорту цивилизации. Монголия, несмотря на обилие полезных ископаемых и связанную с ними промышленность, все еще остается сельскохозяйственной страной. Скотоводством здесь занимаются испокон веков. И на каждого из трех с половиной миллионов жителей Монголии приходится по два десятка голов домашнего скота. Осенью 2022-го ко внутренней миграции населения в города прибавились также мигранты с севера, из соседней России. Особенно из приграничной Бурятии ехали на машинах, на поездах и на автобусах. Был полный автобус мужчин, и все молчали. В общем-то, один мужчина ехал с сыном, сын был маленький, на руках, но и он просто молчал. И вот в этом молчании мы проехали до границы. Пурбо из Бурятии. Вырос в небольшом селе в сотне километров от монгольской границы. Но в последние годы жил в столице республики, Улан-Удэ. До начала войны и последовавшей за ней мобилизации. Теперь он житель Улан-Батора. Я нужен как-то своему народу и здесь, потому что, по крайней мере, я знаю, где покупать симки. Я знаю, где можно обменять деньги, знаю несколько гостиниц. Пурбо работает в недавно открытом центре Шенехувилбар, что переводится на русский как «новый вариант». Буряты и монголы считают друг друга родственными народами. Языки их очень похожи. К тому же в Монголии с 1941 года для письменности используются кириллицы. Беглых россиян Монголия приняла радушно. Здесь им помогали с жильем, трудоустройством и даже с бесплатной одеждой. Ну, здесь курточки, вот в этом мешке детская одежда, там, посуда, приносят всякое. Несмотря на выходной день, Пурбо постоянно отвечает на звонки и встречается с кем-то. Говорит, среди них не только те, кто нуждается в помощи, но и те, кто эту помощь предлагает. Очень часто монголы просто могут подойти на улицы и, там, типа, ты бурят, там, как у тебя там дела с визой, и, там, есть где жить, какие-то такие моменты. В истории России и Монголии такое уже случалось век назад, когда император Николай II объявил о реквизиции инородцев, то есть мобилизации среди нацменьшинств для участия в Первой мировой войне. И тогда десятки тысяч его подданных оставили свои дома и отправились на юг, в Монголию. Сегодня история повторилась вновь. В конце сентября много людей, тувинцев, якутов, русских, дагестанцев, бурятов, приехали в Улан-Батор. Знакомые меня попросили подыскать им жилье, найти работу. Таких людей становилось все больше и больше, и мне захотелось заняться помощью им. Нашего собеседника зовут Батчулун Аюмбелик. По традиции, личное имя указывается в последнюю очередь. Аюмбелик – предприниматель, торгует разными товарами, в розницу и через интернет. Это с его помощью Пурбо открыл в Улан-Баторе центр помощи переселенцам. А еще он помогает россиянам с контактами местных бизнесменов. Так одни находят работу, а другие обретают ценные кадры. Те, кто приехал в Монголию в последние месяцы, это интеллигентные, образованные люди. Высочайшие профессионалы из IT, инженерии, медицины, педагогики. У меня есть друг, который управляет архитектурным бюро. Здесь, в Монголии. Он нанял несколько человек из России. Другой мой друг – владелец IT-компании. Он взял, кажется, пять человек из России, и все счастливы. Осенью 2022 года, когда началась мобилизация, в Монголию переехало особенно много жителей Бурятии. Потому что соседи, и из-за того, что российская армия активно пополняла свои людские резервы именно за счет Бурятии. Очень много Бурят погибло на войне. И ты просто, когда разговариваешь со знакомыми, какие-то вот такие разговоры... А помнишь его? Погиб, не успел закончить контракт. Жизнь Пурбо на родине в Бурятии была насыщенной и разнообразной. В родном селе он растил скот и держал мясную лавку. И в то же время увлекался поэзией, участвовал в анархистских кружках, и даже был судим за рисунки на здании республиканской администрации. Последние несколько лет занимал должность арт-директора муниципальной библиотеки номер 13 в Улан-Удэ, превращая ее в современное и востребованное у публики пространство. А теперь Пурбо только и думает о том, какую роль сыграл его народ в войне против Украины, о всех этих боевых бурятах Путина, о военных преступлениях и их оценке даже самим Папой Римским. Это грамотная, мерзенькая такая пиар-акция, которая должна была по факту показать какое-то единство народов России в военных преступлениях. Давайте так назовем. Из-за условий жизни в Бурятии многие ее жители шли в армию, только чтобы заработать денег. Но все равно роль бурятов в этой войне преувеличена. Угана сама подошла к нам во время уличных съемок. Рассказала, что учится на журналиста, и что ей очень интересно познакомиться с нами и посмотреть, как мы работаем. Оказалось, что Угана тоже помогает приехавшим россиянам, собирает вещи и передает их разным фондам. Ради этого даже взяла учебный отпуск в университете. Она говорит, что внимательно следит за тем, как ее соотечественники в социальных сетях реагируют на приезжих из России. По ее оценке, в основном настроение благожелательное, за исключением случаев неуважительного отношения к местным, но и откровенного криминалу. Был человек из России и российский гражданин. Он выпивал вместе с гражданами Монголии. И вот этот россиянин убил монгола. Было много негативных записей и комментариев в фейсбуке, но все быстро остыли. Молодые люди из России вели себя не совсем вежливо с монгольскими девушками. Были такие случаи, хватали за руку, предлагали встречаться. Когда началась война и сюда потянулись россияне, в монгольском обществе возникли было опасения. Кто эти люди? Как будут себя вести? Чем будут зарабатывать на жизнь? В сентябре 2022-го, когда автобусы из Улан-Удэ выстраивались в очереди к границе, бывший президент Монголии Цахиаги Нелбекдорш обратился к гостям на русском языке и предупредил их о том, что если они не будут соблюдать порядок, правящая партия Монголии не упустит возможности законодательно ограничить въезд россиян в страну. Те, которые нарушат закон, проявят грубость и неуважение, будут, конечно, отвечать сами. Но это обернется для многих нуждающихся людей весьма плачевно. К изменениям законодательства новая волна миграции пока не привела. Хотя скандальные ситуации с участием россиян все же возникали. Например, драка, участниками которой с обеих сторон были выходцы из Бурятии. Одни поддерживали Кремль в войне с Украиной, другие были против. К счастью, полиция подоспела вовремя и разняла дрочунов. Но, по словам студентки Уганы, теоретически в эту драку могли включиться и местные жители, которые по-разному оценивают кровопролитную войну. Некоторые люди лояльно относятся к России. Это осталось у нас от коммунистов. Другие Россию не поддерживают, потому что видят, что Москва не защищается, а нападает. В соцсетях идут нешуточные споры. Я вижу множество комментариев и тех, и тех. Опросов общественного мнения об отношении жителей Монголии к агрессии России в Украине я, по крайней мере, не встречал, но надписи на улицах Улан-Батора говорят сами за себя. Таких надписей в монгольской столице мы встретили немало. А многие из наших собеседников отмечали, что с каждым новым днем войны здесь, в Монголии, становится все меньше сторонников российской агрессии. Я, например, вот с этой ленточкой, когда сажусь с друзьями, украинцами, в такси, таксист не берет плату за проезд. А, не надо, не надо платить, пожалуйста, он говорит. Поэтому мы чувствуем вот такое двоякое. Простые люди и поддерживают Украину, и как-то стараются понять российскую позицию тоже. Мы из Булган выбрали не самое уютное место для беседы. Куда не посмотришь бескрайняя заснеженная степь, над которой возвышается гигантский железный всадник Чингисхан. Здесь к основателю монгольской империи относятся с большим почтением. Кто знает, если б живы были его потомки, чингизиды, может, и стала бы Монголия не парламентской демократией, а монархией. К сожалению, это не получится, потому что по списку историка Майского в начале 20 века всех убили во время репрессий. По совету Сталина так вышло. Булган ходила в советскую школу, потом училась в Японии, а позже в Улан-Баторе преподавала культурологию. И есть что и с чем сравнивать. Она считает, что наследие советских времен в Монголии, когда Москва фактически диктовала Улан-Батору, что и как нужно делать в стране, до сих пор довольно ощутимо. И это тянет страну в прошлое. Можно со стороны увидеть, что у нас есть меняемость власти, но за эти 32 года демократические силы были весомы в парламенте только два раза. И то в это время Монгольская народная партия, бывшие коммунисты все время строили препятствия для того, чтобы претворить демократические реформы. Монгольские коммунисты при поддержке Москвы еще с 20-х годов прошлого столетия имели монополию на власть. Формально страна сохраняла независимость, но фактически была под контролем Советского Союза. По указке из Москвы выстраивая тот же строй и образ жизни, что и в СССР. Но в начале 90-х с потерей руководящей роли КПСС монгольским коммунистам пришлось вступить в настоящую борьбу за власть. Продолжая, впрочем, видимо, благодаря инерции монгольского общества, одерживать победу на выборах и лишь изредка уступая демократам. Которые сегодня обладают лишь 11 местами из 76 в монгольском парламенте, великом государственном хурале. Но уже через год ситуация вполне может измениться. Ведь с конца 2022-го в Улан-Баторе то и дело проходят многочисленные митинги с требованиями отставки правительства. Во внутренней Монголии, в Китае, арестовали многих чиновников, которые были в сговоре с монгольскими политиками. Политиками, которые отмывали деньги от продажи угля. Они обогащались незаконно. Это было выявлено. И потому у нас скандал. Спешная реакция монгольских властей, расследование коррупционных скандалов и возбуждение уголовных дел против чиновников дала свои плоды. И регулярные митинги на центральной площади имени вождя монгольской народной революции Сухибатора перестали быть многочисленными. Но несмотря на проблемы коммунистов, Булган считает, что следующие выборы не будут простыми и для демократов. Ведь правящая партия пытается разделить и рассорить оппозицию. Используя при этом методы, по оценке Булган, очень схожие с приемами российской власти. Я сама переводила с монгольского на русский многие социальные исследования, выборки. Потому что это был заказ людей из Народной партии. Я просто как транслейтер, как переводчица переводила. И я понимаю, что все те материалы, которые мы переводили, они идут на стол русскоязычным политтехнологам. О вмешательстве России в дела Монголии местная пресса пишет довольно часто. В октябре 2022-го оппозиция обратилась к властям с требованием выслать российского посла. После заявлений якобы о том, что Монголия превратилась в экспериментальную площадку, на которой свои опыты проводят американские биолаборатории. Кроме того, возмущение оппозиции вызвали попытки российского депредставительства вмешаться в сугубо монгольские дела, вплоть до принятия выгодных для Москвы законов. Но так же не бывает. Это же невозможно. Только он думает, что это возможно. И из-за этого у нас скандал произошел. Он же всего лишь посол. Как можно иметь право указывать наш парламент, чтобы для него законы делали? Так же не бывает. Жаргал Сайхан не просто политик, он еще и один из самых богатых людей в стране. Его компания поставляет на мировой рынок кашемир, мягкое золото Монголии. В недавнем прошлом партия Жаргал Сайхана была представлена в Великом Хурале, а сам он возглавлял Министерство торговли и промышленности. И, будучи министром, чувствовал разницу в отношении к Монголии со стороны разных стран. Так в Японии, например, их делегацию встречал премьер-министр, а в США сам президент. Зато в Москве отношение к высоким гостям из Монголии было нарочито равнодушным. Просто в аэропорту нас забыли. Мы прилетели, и в какой-то старом автобусе нас возил, и в какой-то гостинице, в которой очень плохой запах, старый такой. По мнению Жаргал Сайхана, это было бы лишь полбеды, если бы речь шла только об отношении к представителям монгольской власти. Но и в межгосударственных делах Москва будто по привычке относится к Улан-Батору не как к равному, а как к подчиненному. Яркий пример – отсутствие интереса к развитию монгольских железных дорог, которыми по концессионному соглашению на 51% владеет Россия. Вся железнодорожная сеть Монголии на сегодня лишь три ветки, неэлектрифицированных и не соединенных друг с другом, идущие все в одном направлении – с севера на юг, из России в Китай. Это немножко нас задерживает для развития экономики. И в ближайшем будущем, наверное, мы решим вопрос насчет совместной кампании по железной дороге с Россией. Если они не будут инвестиции делать, все, мы закрываем. Мы же тоже имеем на это право. Но пока в Монголии у власти бывшие коммунисты, нынешний статус в отношениях Улан-Батора с Москвой, похоже, устраивает обе стороны. Должно быть, именно поэтому за год войны в Украине Монголия ни разу не проголосовала в ООН за резолюции, осуждающие Кремль. Причиной тому, вероятно, является зависимость от российских энергоносителей, которую Москва, очевидно, пытается поддерживать. Мы хотим здесь гидроэлектростанции, но русские говорят, нельзя, потому что Байкал исчезнет. Они на Байкале столько гидроэлектростанций настроили, там Братские, там еще дальше, по-моему, 4-5 электростанций там стоят. Но Байкал же не исчез. Пользуясь собственными запасами угля, Монголия, как может, старается слезть с российской топливно-энергетической иглы. Строит угольные электростанции и все чаще обсуждает возможность использования энергии солнца и ветра, которых здесь предостаточно. В Монголии немало тех, кто ждет победы Киева в войне с Россией. Кто-то ради того, чтобы Москва лишилась морального права диктовать свои условия соседям, а кто-то для того, чтобы помогать Украине заново отстраивать свои города и села. Я знаю даже больше, знаю много монголских компаний, которые ждут этот момент. Реально ждут. И они будут участвовать. Вот эти строительные компании, которые вы видите, как строят, они куда денутся. У них, если будет возможность, они будут строить там, в Украине. Игорь – украинец, но про строительную отрасль Монголии может много чего рассказать. Его компания занимается установкой энергоузлов в новых жилых комплексах. И, как утверждает Игорь, здесь научились очень качественно строить. Хороших специалистов очень много. Монголы – это ребята очень умные и быстро учатся. Вот у нас девчонка, сейчас идемте, познакомлю вас. Девушка закончила институт. Ты какой институт? Фундамент, да, ты делала? Да. Вот, строительный институт. С строительный фундамент. Вот. Она сама освоила вот эти вот сейчас тепловые узлы и спокойно делает эти узлы сейчас. Игорь приехал в Монголию еще в 1989-м. Работал на военной базе электриком. Говорит, тогда Монголия почти не отличалась от Советского Союза. Язык другой, но буквы те же. И в остальном все то же самое. Тут советских строителей, людей тут было полно. Плюс еще военные. Это было за силе, реально за силе. И тем не менее, страна не развивалась вообще. Вот. То есть они шли в фарватере Советского Союза, никакого развития. Вот что делает Советский Союз, это делает Монголия. Как Советский Союз ушел, все, сразу пошло развитие. Они открыли свои компании. Они реконструировали свои электростанции, эти старые советские. Вот. То есть развитие идет. В различных рейтингах экономик стран мира Монголия занимает примерно 130-е место из 200. А по уровню доходов монгольская столица Улан-Батор все еще может сравниться с бурятской столицей Улан-Удэ. Это редкий дар, в общем-то, имея почти что бесконечный источник каких-то материальных, природных ресурсов, бесконечный источник финансов, благодаря нефтегазовым доходам, жить как в Монголии примерно. Монголия – большая страна с небольшим населением, живущая между Россией и Китаем. Но несмотря на то, что именно они пока являются основными торговыми партнерами Монголии, местные жители, кажется, предпочитают ориентироваться скорее на Юго-Восток, на Японию и Южную Корею. Это хорошо видно потому, какие продукты и товары здесь в ходу и в чью сторону с большим уважением смотрит монгольская молодежь – будущее этой необыкновенной и ни на что не похожей страны. В Монголии даже есть официальная концепция третьего соседа, к которому часто относят не только Японию с Кореей, но также и США с Европой, которые, видимо, нужны Монголии за тем, чтобы уравновесить российское и китайское влияние. И чтобы два этих соседства не мешали стране с великим прошлым двигаться к успешному будущему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова